Всем привет! Сегодня я расскажу, как в отелях чаще всего приходите на завтрак, берете бекон и думаете, откуда вот, как можно было с беконом сделать такое, почему он такой вкусный, классный, не пережаренный, не пересушенный, а в меру приготовленный. Вот, я вам об этом сейчас расскажу. Пока я тут раскладываю бекон на вот таком противне, здесь у меня пергамент. Пока раскладываю бекон, в кастрюле у меня варится картофельное пюре, но если мы будем готовить бекон, то почему бы нам его с чем-то вкусным не использовать. Что мы делаем с беконом? Во-первых, нам нужно взять варенокопченый бекон, из него получается лучше всего. Выкладываем его на пергамент, так, чтобы одно другому не мешало. И теперь отправляю его в духовку, которую я разогрел до 180 градусов. Отправляю минут на 15, но через 10 уже нужно смотреть, что у нас происходит с беконом. Надо добиться такой стадии, когда бекон у нас не жарится, а запекается. То есть, вытапливается лишний жир, а форма бекона остается. Он немножко, правда, съеживается, может пойти волной красивой такой, но вот главное, чтобы он нигде по краям не зажарился. Не было никакой горелой жареной штуки. Достаем бекончик. Смотрите, видите, он вытопился из него весь жир. Он сам не сгорел, не зарумянился, ничего с ним не произошло. Сейчас, для того, чтобы он приобрел приятную тягучую консистенцию, мы его выкладываем на салфетки обязательно. И сколько жира осталось у нас. Все, ждем, пока салфетки впитают весь жир. Перехожу сразу к картошке. Когда картошка у нас сварилась, что мы делаем? Мы сливаем воду. Слили воду, оставьте, закройте полностью кастрюлю. Картошка должна, находясь в той температуре, кастрюля же нагретая, вся влага испаряется, картошка слегка подсыхает. Вот у поваров это называется правильный бекон. То есть мы вытопили весь жир, он у нас не сгоревший, не поджаренный, он у нас слегка подсушенный. Ну и, конечно же, он копченый, поэтому у него всегда от него идет такой замечательный аромат, вкусный. Огурец слабосоленый я взял на рынке. Его можно, конечно, просто нарезать кусками и положить в тарелку. Но, а если чуть-чуть поизвращаться, взять овощечистку, нарезать вот такими вот ленточками, ну так, ради развлечения. То есть, если вы сделаете такую штуку дома, реально удивитесь, что ваши домашние скажут, «О, какая прикольная вещица! Мамка или папка заморочились, приготовили». Но это в зависимости от того, кто в вашем, кто в вашей семье главный кухарь. Что мы делаем с этими ленточками? Мы их берем, сворачиваем в рулончики. Оп! Получается вот такой рулончик. Такие вещи повара используют для украшений. Картошка постояла здесь буквально, наверное, 5 минут, не больше. Мы открываем. Смотрите, что произошло. Картошка начала отслаиваться. То есть, в сухом, горячем помещении, так сказать, а наше помещение находится в кастрюльке, ее вода, которая оставшаяся внутри, начала распирать. Она становится рыхлой, крахмальной. Но и опять же, когда выбираете картофель, выбираете белый. Тогда пюре получится белое. Многие говорят, почему пюре желтое? Потому что картошку желтую выбрали. Никто об этом часто, ну, люди, многие часто об этом не задумываются. А вот это так и происходит. Так, что делаем с маслом? Масло не жалеем. В идеале масло должно быть 30% от объема. Ну, конечно, французское картофельное пюре один к одному идет. Но в России, в советское время, привыкли делать чуть-чуть масла. Добавляли, наши мамы и бабушки знают, что нужно добавлять туда вот этот пресловутый отвар от картофеля для того, чтобы она была, ну, пюреобразной. Я добавляю чуть-чуть молока. Вы можете добавить сливок. Все делайте на глаз и по вкусу. И картофельное пюре это такая субстанция, которая требует к себе особого вкусового внимания. Не надо ее толочь в пыль. Домашний вариант, то есть толченка. Это очень классное, вкусное изобретение человечества. Потому что здесь есть и кусочки. Обязательно, чтобы каждый продукт был вкусным, нужно его посолить. У нас бекон соленый, поэтому солим чуть-чуть, понемножку. И совсем каплю черного перца. Совсем. Много добавите, у вас появятся крупинки. Этого не должно быть, поэтому чуть-чуть добавили для ароматизации. И все, тщательно перемешали. Простые вещи в нашей жизни порой делают все. Завтрак, обед, ужин. И толченка, которая приготовлена с душой, в которой достаточное количество соли, масла, бекон, который не пережаренный, который вкусный, ароматный. Но и кусочек томата, и слабосоленый огурец, это самое лучшее, что может быть. Приятного аппетита!